Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Он посвящен тому, что вы не хотите общаться. Вы не хотите общаться, как я понял, ни с кем. Вас напрягает эта история, что вам нужно. Делиться с людьми чем-то. Вы не хотите слушать людей и не хотите с ними взаимодействовать. Вы всячески избегаете с ними разговоров и бесед, но это не всегда получается. Вы говорите себе о том, что такой вот букой, как вы себя называете сами, быть нельзя. Но чем больше, чем больше вы заставляете себе это делать. Чем больше вы пытаетесь как-то по-другому совести, чем меньше у вас это получалось. И соответственно вопрос, который вы задаете. Звучит так. Почему я пока? Спрашиваете вы. Здесь мне кажется, есть несколько аспектов. Во-первых, аспект вины. Изначально история про то, что, вероятно, вы сталкиваетесь с тем, что что-то делаете не так. То есть есть вот такая у вас может быть позиция или допущение, так скажем. Вот. А допущение, что что-то я делаю не так. Как-то не так я себя веду и так далее. Да? Как? И если у вас есть такая позиция, то если вы себя вот изначально как-то считаете какой-то вот, ну, не такой, да, может быть какой-то вот неправильный, и какой-то вот вообще не очень нормальный, вот, то это чувство вас подавляет. Подавляет вашу свободу, вашу естественность, вашу природу, и тем самым, конечно же, вы перестаёте, ну, для себя получать, эм, вероятностность, эм, ну, что-то, что-то реаливо, реаливо. Ну, вы перестаёте получать, а вероятностность, эм, быть собой, к сожалению. Вот, это вот то, что хочется вам сказать. Когда человек, ну не очень хочет сталкиваться с другими людьми, когда такое происходит, то я бы сказал, что здесь есть проблемы с самооценкой и с тем, что вы себя не чувствуете, не чувствуете себя целью. Вот. Вполне возможно, что у вас не получается оценить себя. Вот. Это достаточно неприятный, но вполне в себе реальный момент. Вот. На это вам нужно свое внимание обратить. Сейчас. Да, то есть вот как вы относитесь к себе и что в целом вам, ну, могло бы быть интересно. Нет ли у вас, например, такого, что вы считаете свою жизнь, там, допустим, ну, пустой, излишне пустой? Нет ли у вас такого, что вы чувствуете, что ваша жизнь, там, что вот, не стоит ничего. Эпикрала. Вот. Это нужно, конечно, поисследовать. Вот. Ну, 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 на мой взгляд. И больше уже смотреть. Вот. Это то, что вы пытаетесь себя заставить сейчас, общаться с другими людьми. Вот. Ну, как-то. Только потому, что это не очень здорово, что вы не общаетесь. Мне кажется, ничего хорошего из этого получиться не может. Так что вы 330 делаете, мы вы devastated. У меня есть ли это, Slack-ы,我 знаю, что до этой вы уже вернетись. И происходит это именно вот как раз вследствие того, что вы больше требуете от себя, именно требуете общаться, но вот они в принципе важнее, понимаете это, поэтому это, на мой взгляд, очень важный момент. В целом, подобные социофобические проявления связаны, как правило, именно с самооценкой и с тем, что я боюсь, что меня другие люди будут осуждать, я боюсь, что меня другие люди будут оценивать, я оценивать, там, грубо говоря, особо у меня нечего, да, потому что, ну, как-то вот я там, например, может быть, ну, там, например, или я никто, или там, как-то нечего показать мне. Хотя, на самом деле, это может быть и не так, вот. вот, но, тем не менее, вы, вот, о себе, вот, вполне, вполне можете, вот, так думать, к сожалению, к сожалению. Так что, вот здесь, вот, как раз, в целом, на мой взгляд, работать нужно именно, вот, в таком направлении. вот, и именно направлении того, чтобы, вот, себя ценить больше, вот, чтобы себя уважать и принимать такой, какая вы, какая вы, какая вы есть, вот, а, какой бы вы не было. Вот, ну и находить, а, как бы, точки, вот, своего интереса, находить, а, увлечения, свои, то есть, ну, наполнять, чем-то, вот, свою жизнь. А, если вы этого не делаете, то, ситуация, конечно, будет складываться не в, не в вашу пульс, вот, к сожалению. Так что, ломать себя не нужно, требоваться от себя, а, чего-то лишнего не нужно. Что же, а, а, вот, постараться себя раскрыть, постараться раскрыть свои возможности, свои особенности, свои интересы, и просто проследить хотя бы, хотя бы за тем, как вы пришли к этой позиции, так вы же говорите, что в несколько лет вы замечаете такое, что он наводит на мысль о том, что раньше, вероятно, такого не было. Вот. У вас. И, соответственно, что-то изменилось. Получается. Вот, что изменилось. Надо бы поисследовать. Ну, я бы категорически не стал бы называть вас какой-то ненормальный, вот, категорически не стал бы говорить о том, о том, что что-то... Что-то меня не такое. Ну, мне кажется, что-то не стал. что вы запутались, и всё. Ну, хорошо, но это заключается в том, что это вполне себе решение. Это хорошая новость. Конечно, если вы хотите это решать, если вы хотите этим заниматься, конечно. Потому что, если нет, ну, к примеру, если вы не хотите этим заниматься, допустим, если вы не хотите, грубо говоря, решать свои проблемы, или думаете, что быстро можно решить вот данную проблематику, например, то, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Вот, должен вас сразу как-то вот постараться здесь предупредить. Вот какой-то, пожалуй, такой ответ. Хотелось бы мне вам дать предложить. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Не забывайте ни в коем случае про себя, про свои интересы. Вот. И старайтесь в данном случае найти возможность для себя обратиться к психологу, чтобы он вам помог. если такой вот, ну, если такой возможности у вас нет, например, если, ну, вы не видите, не чувствуете, что у вас есть какая возможность, что обратитесь вот к бесплатным специалистам, если вам помогут по месту, ну, по месту жительства. Вот. Вот, наверное, как-то так. Удачи вам, всего самого доброго. Надеюсь, все ваши проблемы будут разрешены.